Ой, мамочки! Мама, а сегодня Сережка показывал письку и рассказывал, откуда берутся дети. Практически каждый родитель сталкивается с такой ситуацией. Рано или поздно приходит ребенок из детского сада или из школы и делится новыми знаниями, к которым мы, родители, совершенно не готовы. Как правильно вести себя родителям и педагогам? Как не напугать ребенка своими неадекватными реакциями? Говорим об этом сегодня семейным психологом Марины Травковой. Как правильно реагировать? Марина, давайте начнем с педагогов, с учителей, с воспитателей. Как им реагировать в таких ситуациях? Во-первых, спокойно, потому что никакой страшной, вредящей информации такой, что вот узнали и вся жизнь перевернулась, ничего такого не происходит. Во-вторых, по ситуации. Если какая-то такая ситуация школьная возникла, значит, кто-то среагировал уже на слова этого ребенка, да, и весь класс или хихикает, или в шоке. То есть у детей есть какая-то реакция, я думаю, что педагогу прежде всего нужно реагировать именно на эту реакцию, не на сами слова. То есть сначала ее успокоить. А что делать, например? Чем нейтральнее будет подача, да, то есть там, скажем, какой-нибудь условный Иванов назвал попу попой. Педагог говорит, ну да, это так называется, совершенно спокойно, да, с собой и своей реакцией показывает, что здесь нет ничего такого, из чего нас считают какие-то невероятные выводы делать и какие-то горы городить. И, соответственно, дети, скорее всего, реагируют на реакцию взрослого, которая для них здесь авторитет. И они тоже успокоятся, и никто на следующий день, скорее всего, и не вспомнит, что этот разговор вообще был. А если все-таки разговор продолжается, дети продолжают эту тему муссировать? Ну, вот всегда интерес к этой теме, да, вопрос еще, конечно, здесь в возрасте, потому что если это младшая школа, да, и дети муссируют эту тему, значит, что-то вызвало интерес. Тогда, да, опять мы всегда реагируем спокойно. Но здесь педагогу надо понять, что вызвало этот интерес, кто его принес. К сожалению, в нашей реальности сейчас дети, да, если даже дома родители полностью обрубили, там, выходы в интернет, защитили его и все прочее, то все равно дети обмениваются информацией, потому что у многих теперь есть смартфоны, у многих есть выход в интернет. В интернете очень быстро, легко, практически на каждом сайте есть эти баннеры, на которые никто не обращает внимания, которые ведут на порно-сайты. Дети скачивают эти видео, приносят и показывают одноклассников. И, возможно, бывает информация не по возрасту, с подачи не по возрасту, и дети начинают, да, ее друг другу показывать, хихикать, да, как какие-то этому все придаются, какие-то значения особенные. И вот тут взрослому важно понять, где этот источник, то есть нужно его опять очень спокойно найти. Найдя, сказать, что дети – это информация не по возрасту, я всегда говорю всем, да, и взрослым, и родителям, что у нас должно быть две красных линии. С одной стороны, то есть мы не запугиваем, мы не говорим никогда, что это плохо, что это что-то такое стыдное, что очень любят у нас делать. Не надо подавать идею, что это что-то ужасное, стыдное, потому что, если честно, этим ужасным и стыдным потом занимаются все взрослые. Поэтому одна линия, да, что это хорошо, нормально, вторая всегда вот прям вместе, рядом, параллельно, как хотите, это то, что это для взрослых людей. Что должны знать дети в зависимости от возраста? Что должны знать дети в начальной школе, в средней школе и в старшей школе? Будем, возьмем такую возрастную, да, широкую линейку. В начальной школе начинается даже репродуктивная система человека, не в смысле описания полового акта, а в смысле понимания, как устроено человеческое тело, как оно работает, функционирует, и откуда берутся дети, откуда все мы взялись. То есть вот ни аисты, ни капуста, да, честно. И не от обезьяны произошло человек. Да. Ну, это другая история, это больше про развитие вообще вида, да, но вот честно про то, что происходит. И снова всё время и везде, да, что это для взрослых. То есть мы детям даём историю осознанности, понимание, что это осознанность, ответственность. Твоё тело, ты будешь за него отвечать, тебе с ним жить, и ты должен об этом думать. Средняя школа, да, усложняются все эти же темы. То есть снова безопасность, границы, да, нет, телесная, интимные зоны, поскольку это пубертат и предпубертат. Уже можно говорить о том, да, то есть, а может даже и раньше о вреде порнографии, о том, что она не реалистична, потому что я вам гарантирую, что они залезут. Вот у нас средний возраст ребёнка, который, значит, да, экспонирует в порно, то есть впервые его видят, это 9 лет. Да, 9 лет. То есть вот на 12 диапазон. И поэтому, да, что порнография нереалистична, про то, что, да, что такое пубертат и какие изменения происходят в теле, да, про то, что всё это нормально, что всё это не страшно и не ужас, очень по-разному. Нормализация страхов и мифов, которые, да, про у кого большой, у кого маленький, а почему у неё грудь выросла, а у меня нет, про то, что всё это не стыдно, тут не на чем хихикать, как про это разговаривать. И старшая школа, в общем, усложнение этих же тем, что там добавляется. Нужно говорить о контрацепции. Мы говорим не только о том, что откуда, но им говорим, что есть способы её прервать. Включается юридическая часть, потому что старшие школьники должны знать про уголовную ответственность за сексуальное насилие. Нужно проговаривать о согласии, что такое да, это да, что такое нет, это нет. Как это определить, да, и вот прямо надо с ними дискуссии на эту тему вести. Благо у нас, мне кажется, даже на уроках литературы полно материала. Это всё история опять осознанности и ответственности своего тела. Как об этом говорить? Я вот как мама трёх сыновей спрошу, как, с помощью чего, и когда, и каким образом разговаривать об этом с детьми, да, потому что мы видим все очень мало, мы все работаем, дети постоянно тоже заняты, они в школе, на кружках, спорт, драм-кружок-кружок по фото, ещё петь охота, как у Огни Барто. Не за ужином же это обсуждать, не перед сном, когда... Почему нет? На самом деле, вот есть такая тоже дородительская установка, что это должен быть какой-то очень специальный разговор в какое-то очень специальное время. Нет. Лишь 9-10, ребёнок, когда ему скажете, подойди-ка, мы с тобой сейчас серьёзно поговорим о сексе, он говорит, да, не надо, да, подросток уже не будет с вами об этом говорить, если только снисходительно прочитает книжку, которую вы предложили, да, то есть если повезёт, наступает момент, когда уже они это у родителей не берут. Поэтому, да, наши помощники, так всегда, да, это хорошие книги, это хорошие сайты, то есть мы можем всегда дать альтернативу. Мы не можем уберечь ребёнка от того, что он на порносайт и залезет, но мы можем всегда сказать, что там неправда, а если ты хочешь знать, да, как это в самом деле, то вот от тебя альтернативные. Тем более, что у нас теперь всё лучше и лучше с английским языком, и нам доступны, в том числе, англоязычные ресурсы, и можно составить их в список, и можно, да, сказать, это вот там лежит, туда можно смотреть. Что нужно делать раз-два-три педагогу, раз-два-три родителю, и что не нужно делать ни в коем случае в ситуации просвещения, рассказа ребёнку про самые важные вещи, связанные с его телом, с границами, с поведением. Ну, буквально в три шага, да, самое основное. Вот при наступлении этой темы, да, педагог или родитель, не важно, кто-то, да, вот дети принесли домой какой-то, да, рассказ или порно, или показали, или услышали, или говорят, а сегодня там опять условно Иванов бегал и со всех девочек трусы снимал, да. Первое, что мы делаем, ловим себя, свою реакцию, успокаиваемся, потому что у нас сразу, да, в этом месте много эмоций. Справляемся с собой, дышим, считаем до десяти, пьём стакан воды, опускаем руки в лёд, кому что помогает, да, то есть вот успокаиваем сначала себя. Пункт два, разбираемся, особенно когда это пять лет, шесть лет, семь лет, это бывает очень часто игра, в которую вообще никто не вкладывал сексуального смысла, но мы очень рискуем его туда принести, свои реакции. Соответственно, просто разбираемся, да, если играли в доктора, а что делал доктор, а какой доктор, а зачем, а то есть, да, и всегда можно просто спокойно сказать, что не надо, это такие игры, да, это вот они не для детей, да, это про секс, секс, это для взрослых, и снова вся вот эта наша любимая легенда. Если мы разобрались, я надеюсь, что, да, на этом месте уже должно быть все окей. Если нет, если вы действительно чувствуете, что на вашего ребенка там произошло какое-то воздействие, или материал, который там, да, прозвучал, или оказался ему доступен, никуда не годится, значит, мы, если хватанул не по возрасту, садимся и объясняем, как это на самом деле, то есть заменяем плохую информацию нормальной информацией, нейтральной, рассказываем, как это, снова еще раз говорим, что это для взрослых, и не надо, да, вот залезать какие-то сайты, видео и прочее, лучше спроси меня. Берем книгу по возрасту, читаем, смотрим, объясняем. Если у вас подозрение, что это все-таки действительно что-то, да, происходит нехорошее, то здесь уже, да, очень сложная ситуация, спектр, но опять, да, нужно находить понимающего педагога, родителя, если это родитель другого ребенка, осторожно и деликатно разговаривать, выражая сначала свои опасения, не начиная с наезда, говоря с того, что, знаете, наверное, может быть, они тоже где-то увидели что-то, да, не по возрасту, давайте разберемся спокойно. Чем спокойнее мы все будем, чем более спокойную реакцию на эти темы мы будем демонстрировать своим детям, как учителя, как родители, как вообще взрослые, тем, да, спокойнее будут к ней относиться дети, тем меньше будет вот этого ужас, стыдно, кошмар, потому что, обращаю ваше внимание, ужас, стыдный, кошмар, это страшно интересно. Да. Это ужасно интересно. Ой, мамочки! Итак, дорогие родители, прежде всего, прекращаем истерику, ведем себя спокойно, осознанно и адекватно, ведь именно этим мы, взрослые, отличаемся от детей. Кстати, в описании к этому видео вы найдете много ресурсов, которые помогут вам, если вы хотите разобраться в этой теме глубже. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал Образователи и обязательно напишите нам, какие темы вы хотите обсудить в следующих выпусках. Ой, мамочки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok